Субтитры создавал DimaTorzok Прошлый раз мы с вами начали изучение курса философии и начали мы с изучения того, как соотносятся философия и музеология и какую пользу философия может принести музеология. И первое, что мы сделали, это, ну, как бы дали понятие музея. Можете повторить, воспроизвести? А? Не было в прошлый раз? Ну, значит, тогда мы сейчас с вами восполним. Ну, попробуйте высказать, что такое музей. Я сейчас закрою дверь, что там шумно. Мы должны знать, что такое музей, если я музеолог, правильно? Музей – это что такое? Институт. Ну, можно так сказать, какой институт. Институты бывают и учебные, институты бывают и исследовательские. Разные. Ну, вот что за институт, музей? Так, наверное, стоит вопрос. Или какой институт, общественный или государственный, является музеем? Не обязательно государственный, общественный институт. Ну, не обязательно государственный, да. У них культурные функции. Культурные функции – это театр, получается. Вот театр точно культурные функции выполняет, правильно? Это экспозиционный деятельность. Какой? Культурные функции – занимается экспозиционной деятельностью. Это, может быть, выставки. Выставочный зал, знаете, там есть что-то на Васильевском острове. Прямо подпадает под то, что вы сказали. А нам надо с вами что сделать? Выделить именно музей. Поскольку вы музеолог, потому что, ну, к вам… Ну, как-то странно было бы, чтобы музеолог не мог бы сформулировать, что такое музей, правильно? Или вот я бы, скажем, сказал, я философ, я философию преподываю. Единственное, что я не знаю, что такое философия. А так все хорошо. Согласитесь, что это не вполне было бы, да? Или я экономист, но не знаю, что такое экономика. А так вообще я все разрабатываю, так все знаю, все хорошо у меня. Так, не проходит. Давайте как-то еще подумаем. Так, сохранение. Чего? Барахло хранит? Нет. На свалке тоже сохраняют? Музейных предметов. Ну, так нельзя. Музейных музей даже сохраняют музейные предметы. Это называется логический круг, правильно? А когда музей, через музей. Чего сохранение? Что он сохраняет? Музейных свидетелей. Очень хорошо. Вот. Ну, это просто прекрасно. Значит, вот вы думаете. Но вот видите, если человек думает, а первое требование вообще философское, что надо не просто брать понятия, кто-то их сказал, и повторять. Это вот мы не должны делать, просто повторять. А все, что мы из себя выпускаем, так сказать, из своей головы, должно быть обдумано. И мы с пониманием. Хотя, с детства мы… Самые известные вещи, они с детства нам известны. А в детстве дети повторяют. А раз они повторяют, и это известно с детства, кто будет заниматься известным, который так все известно. Поэтому у нас много понятий не обдуманы. Причем такие вот важные, ну, как для вас. Это вообще ваша специальность. А начинать обдумывать – все, хорошо. Даже более успешно, чем вот товарищи. Их было больше, а дольше мы могли до этого собирались. Значит, уже смотрите, что получается. Институт, который занимается чем? Первое – сохраняет предметы. Ну, историко-культурного наследия, скажем так. Я немножко отредактирую. А уже это все правильно сказано. Так, и все? Если он только сохраняет, то вот есть сохранилище в Эрмитаже. Это ради музея? Значит, это не тянет еще на музей. Если сохраняет, тогда мало. Но он сохраняет-то точно в музее. Но вот если он только это делает, он тогда музейное хранилище. А еще музеем не стал. Еще чего? Как раз экспозиционирует. Экспонирует, то есть пропагандирует. А еще что делает? Экспонирует или показывает, пропагандирует. Правильно? Они все вот эти вот… Распространяет эти вот культурные наследия. И еще что делает? Вы же музеолог. Лог – это что значит? – Изучает. – А? Изучает. И изучает. Исследует. Вот. Значит, он сохраняет, изучает и пропагандирует историко-культурное наследие. То есть это такое учреждение или институт, это все равно, который а. сохраняет предметы историко-культурного наследия, Б – он их изучает. И третье – он их пропагандирует или выставляет там, пропагандирует. То есть делает, обнародует, выставляет на всеобщее обозрение или предоставляет для знакомства всем желающим в той или иной форме. Ну вот мы теперь знаем, что такое музей. В прошлый раз мы рассматривали соотношение музеологии и философии, и затем мы рассматривали вопрос о древних философских учениях. Рассматривали китайскую философию древнюю, индийскую философию древнюю, и дошли до греческой философии, тоже древней. И надо сказать, что мы обнаружили, что то, что является древней философией, в той или иной форме воспроизводится и сегодня. Во-первых, это воспроизводится в головах нефилософов, потому что если люди нефилософы, они живут не современными теориями, а остатками уже умерших философских систем. Отсюда там всякие разговоры про карму, про йогу, и потом какие-то осколки буддизма, ну и прочие там всякие вот такие философские течения, которые в своё время были передовыми, а сейчас они просто старые, застарелые. Но они всё-таки первоисточник, из которого философия исходила, поэтому с ними надо посчитаться. Вот мы добрались до Греции, и вот подошли как раз, и начнём сегодняшнюю лекцию в продолжение древней философии – это философия Демокрита. А Демокрит является первым последовательным материалистом. Демокрит написал около 70 произведений за свою жизнь, но ни одно до нас не дошло, поэтому вы не можете поместить это дело в музей, и вот, так сказать, как-то. Поэтому мы изучаем Демокрита по произведениям его учеников и последователей, и вот от них мы эту информацию имеем. Главная заслуга Демокрита – создание учения под названием «атомистика». Демокрит считал, что первоосновой мира является атом – неделимая частица вещества. Это отброшено в современной науке, не отброшено, да? То есть действительно есть такая частица, атом всё состоит из атомов, но современная наука говорит, что такое положение Демокрита о том, что он неделим, уже не соответствует данным современной науке. Вот, например, если мы просто будем нагревать просто любое вещество, вот, значит, мы знаем, что с вами есть абсолютный ноль, минус 273 градуса по Цельсию. Так, всё в твёрдом виде. Если мы будем нагревать твёрдое вещество, когда мы перейдём через обычный ноль по Цельсию, мы получим жидкое состояние. Так, дальше будем нагревать и перейдём через 100 градусов по Цельсию, получим какое состояние? Пар. Пар – это для воды. Так, газообразное. Газ, газ перейдёт. Потому что вообще-то пар физики, паром-паром называется, по сути, у туманного. Ну, газообразное состояние. А если газ будем нагревать? Нагревать будем. Тысячу градусов, пять тысяч градусов, десять тысяч градусов. И дальше можно. Там же на Солнце миллионы градусов, правильно? В какое состояние перейдут? Смогут удержаться атомы, или они начнут тоже разлагаться на свои элементы? Какие вы знаете элементы атома? Что вы знаете про атомы? Ядро есть у атома? Есть. А вокруг него вращается что? Электрон. А ядро состоит из чего? Нейтронов. И нейтронов. Ну, а под воздействием высокой температуры... А что такое температура? Это характеристика скорости движения. Они так сталкиваются между собой. И при таких скоростях, которые лишь фиксируются температурой, происходит разбиение вот этих элементов. На элементы какие? Значит, получается, свободные нейтроны, свободные протоны летят, электроны. И это вот состояние, как называется? Еще одно состояние, о котором мы мало говорим. Мы знаем, что эти три твердые, жидкое и безобразное. И все. А четвертое вот это. Ну, вот Солнце все. Все Солнце вот в этом состоянии. Правильно? Там материи гораздо больше, чем вот Земля и на планетах. И вот все это. Вся эта материя находится в состоянии... А Солнышко-то вообще видит, а все на него смотрят. Ну, и неплохо бы, и все с ним знакомы. Вот оно сейчас и светит. А что значит светит? Что там происходит? Деление там ядер происходит, ядерные реакции всякие. И состояние вещества, это называется плазма. Плазма. Плазменные... Есть плазменные инструменты, и плазменная резка. В частности, вот у нас есть Балтийский завод, и есть завод Северная Верка. Значит, они делают корабли. Чтобы сделать корабли, нужно из огромных... Вот такой толщины, и большей толщины. А если это ледокол на Балтийском заводе, ледокол Арктику делает, если это ледокол, то и большая толщина может быть близкая к метру. Толщина металла, которую надо разрезать. Выпилить будете? Чем режут металл, как вы думаете? На Балтийском заводе, на Северной верфи, на кораблестроительных заводах, там вот, в Комсомольске, на Нуре. Чем? Аргоном. Аргоном. Да с чего вы разрежете аргоном такую толщину? Аргоном. А? Плазменный. Плазменный резко. Вот это вот. То есть при таких высоких температурах, это вот состояние плазмы, она превращает, раз это состояние плазмы, у вас есть такое пламя плазменное, и это пламя, что делает? Оно превращает в плазму то, что нужно разрезать. Вот в этом месте идет пламенный резак. И вот это плазменный резко обеспечивает нам резкого металла для пристроительства кораблей. То есть вот это четвертое состояние вещества. Ну и наличие этого четвертого состояния говорит о том, что на сегодняшний день, конечно, атомистика демокрита при всей, так сказать, своей важности, потому что действительно вещества состоят из атомов, но при определенной температуре. А есть еще одно состояние, когда этих атомов нет. В состоянии плазмы, ну и вот вся материя Солнца находится в этом состоянии. Так, теперь у нас есть темные личности в черном и светлые личности в светлом. Все хорошо. Так. Гемокрит считал, что атом неделим, вечен и тождественен самому себе. Ну, я думаю, что с последним мы спорить не будем, что атом тождественен самому себе, а вот насчет того, что он неделим и вечен, это уже устарело. Каждый атом объят пустотой. То же самое сказать, что вот как сейчас, как понимается пустота? В пустоте есть материя? Нету? Нету? А Солнце светит? А свет это что такое? Это не материя? А что, это идея, что ли? К нам идея приходит, а вот на вас вы под влиянием идей находите. И вы, а вы нет. У вас свои идеи, вы сами вырабатываете. Вы решили, что вы тут выше этого. А? Солнце, ну что такое свет? Это что? Это дежурное частиц. Чего? Дежурное частиц. Частиц? Можно и так сказать. Потому что частиц тоже, фотонов, да? Но фотон – это частицы и волна. Это же электромагнитные колебания. Световые электромагнитные колебания. То есть поле. Современная физика относится к материи не только частицы, но и поля. Электромагнитные, правильно? Всякого рода. А поле тяготения есть? Вот Солнце притягивает Землю. Или нет? Ну, Земля вращается вокруг Солнца. Ну, так значит, она его притягивает. Значит, есть поле тяготения. Это поле тяготения. А разве не входит понятие материи? Входит. Поэтому все-таки можно сказать, что мы немножко больше знаем, чем демокрит. Но из нашего обсуждения тоже ясно, что если не брать современное учение, то вы остаетесь на уровне тех учений, которые были 9 тысячи лет назад. То есть не то, что вы остаетесь без всего. Нет. Это уже вошло в обиход, можно сказать. И это все называется остатки умерших философских систем. Как они называются? Вот если у меня в голове остатки умерших философских систем. И я этим руководствуюсь. Чем я руководствуюсь? С травмой смыслом. Да, с травмой смыслом. Спасибо, все хорошо. Вот с травмой смысл, как английский, это что? Люди, которые руководствуются с травмой смыслом, они руководствуются с остатками умерших философских систем и обрывками курсов в несистематическом порядке, прослушанном в вузах. Ну вот у нас некоторые товарищи пришли, другие не пришли. Поэтому обрывки уже появляются. Обрывки. Но будем считать, что к экзамену они будут сочленять эти обрывки, смотреть записанные и так далее, читать то, что надо. И будут это восстанавливать. Демокрит был учеником Лев Киппа. И Демокрит доказывал, что атомы совершенно бескачественные, однородные, лишены чувственных свойств. Если бы они были лишены сущностных свойств, нельзя было бы их познавать. Так что получается, что он такое великое дело сделал, вот эти вот, открыл такую линию изучения действительности, как атомистика, и в то же время, если они лишены сущностных свойств, как тогда их можно познавать, тогда их нельзя и познать, тогда они что-то непознаваемое. А вот как называется учение о непознаваемости мира философской. Есть люди, которые, значит, учат всех тому, что учат, что мир непознаваемый. И за это получают степень, получают зарплату, хорошо устроились. Они, значит, доказывают, что ничего познать нельзя, и за то, что они доказывают, что ничего познать нельзя, то есть им можно ничего и не делать. Ну, если я, скажем, занимаюсь тем, что доказывают, что познать ничего нельзя, мне и не надо ничего познавать. Я хожу, распространяю мысль о том, что ничего познать нельзя. И такая же зарплата, и такие же дела, и зачем-то, и лекции зачем другие. Правда? Хорошо. Как называется это учение? Агностицизм. А это что значит? Отрицание. Гнозис – это познание. Отрицают познаваемость мира. Ну, вот, к сожалению, есть такие, такие втечения философии, которые являются агностицизмом, и которые тоже противоположны современному учению. Надо сказать, что вот с агностицизмом лучше всего расправился идеалист Гегель, Георг Вильгельм Фридерик. Потому что перед ним очень модным, перед началом его деятельности научной самым модным течением было течение кантианства. А Кант, он такую двойственную позицию занимал. Он вроде бы как в каких-то вопросах он материалист, в других вопросах он идеалист. И он придумал такую категорию, как вещь в себе. Вещь в себе – это вот, дескать, вещь, понять ее нельзя. Вы можете только на нее вот сверху смотреть, но ее познать нельзя. Но если ее познать нельзя, то, как вы понимаете, никакой науки ходу нет. И при том, что вроде как Канта считают крупным философом, великим даже философом, что получилось? Если он, этот философ, доказывает, что ничего познать нельзя, и какова цена познает и всей философии. Но если ничего познать нельзя, так нечего и познавать. А если нечего познавать, мне очень мы говорить, нет и философии – ничего нет. Или вся философия селась в самое «Я ничего не знаю и узнать не могу». Это если я ничего не знаю, я могу узнать. А если я доказываю, что узнать не могу, ну, все тогда. Вот приходите вы на экзамен, выбрали агностицизм и доказываете. Я ничего не знаю, знать не могу, поэтому вам и ответить не могу. А вы мне ставьте хорошую оценку, потому что я правильно обрисовал агностицизм логично логично так что это можно взять на вооружение но на самом деле это не поможет вам вооружиться в жизни правда потому что в жизни как с этим расквитался гегель он очень просто сказал что такое вещь в себе про которые кант писал что ничего нельзя познать ничего нельзя определить ничего нельзя сказать раз ничего нельзя про это узнать что это пустая неживая абстракция вот и все раз это не пустая неживая абстракция выдумка то нечего ей заниматься а на самом деле вещь себе это значит вещь нами еще не познанное вот и все вот то что не поздно нас аж пор со времен гегеля считается тем что подлежит познанию если вы что-то не знаете значит скоро узнаете только и всего если вы не знаете этого в начале там семестра она как экзамена уже и узнаете поэтому всякая вещь в себе становится вещью для себя для себя то есть она становится вещью которая известна и тем самым известно тем кто это изучает во второй половине пятого века до нашей эры в греции возникает интеллектуальное течение называемая софистикой слышали такое софисты софистика это софизмы и так далее софистов не интересовала истина для них важнее убедительно что-либо доказать побудить кого-то к действиям они как бы что только они не доказывают гегель как человек который провел систематизацию философии и историю философии историю философии использовал для того чтобы построить единую систему философии где бы каждое течение философское выступила в качестве определенной категории и заняла бы место в этой системе не так что я сказать это вы не правы тут это неверно а он показал что каждая философия в какую-то роль позитивно сыграла так вот софистика согласно гегель это рассуждение исходя из недоказанной предпосылки ну к примеру те кто ходит в черном те приготовились к тому чтобы делать черные дела и дальше дальше я начинаю смотрю по сторонам и нахожу вот он голубчик он приготовился делать черные дела какие у него черные дела говорит тут перерыв пойдет чай пить но уже вот видите такой вот люди которые затевают черные дела сами могут ходить и в светлом но у них компьютеры черного света смотрите выгляните вокруг себя и также там какая-то вот то ли кофта то ли куртка это ваша лень и вы тоже значит затеваете черное дело но как бы чтобы вас не заметили вы эту курточку кофточку от себя отделили и к ней туда присоединились чтобы ее обвинить в этом ну и так далее то есть софисты что-то берут за какое-то недоказанное положение и я вот сейчас короткое такое рассуждение сделал там мало звеньев далеко от него уйдут и вроде все доказывают 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 и они в этом деле поднаторели и поэтому целые мощные создали течение поэтому истина их не интересует но поскольку значит их важно побудить каким-то действием исходя вот из этих рассуждений они значит пытались тогда под влиянием вот этих рассуждений кого-то к чему-то подтолкнуть к тому что им надо а для этого они вот ищут такую предпосылку из которой можно было бы исходить и к этому подтолкнуть софисты они стали практиками и теоретиками риторики я что того риторика меня не говорить я конечно не соответствует не сильный практик практика риторики могу вам продемонстрировать вот вы поступаете молодой человек неубедительно а меня уме учили в институте уфа горло носа и речи как говорить убедительно показывает надо говорить убедительно а сейчас я буду очень убедительно вам не то что вот я но там что-то объяснял ности не убедительно убедительноную так бабу бэби бы готовый ну чё надо говорить убедительно ба-буу-бэби-бы тем более что вот это вот то что я сейчас сказал по структуре наших высказываний такое есть человек сначала отдыхает потом что он выдыхает и заканчивает и паузу поэтому всегда у вас так сначала где такая горка бабу п п п согласны она вот еще не согласна так я рассказал бабу б б б то есть вот риторика она как бы все есть такие люди с хорошо поставленным голосом и слушаешь заслуживаешься потом идешь домой ну чё сказал я видел таких людей знаю у нас был такой на экономическом факультете но заслушаешься хорошим по старшим поставим голосом начинаешь разбирать как ты чушь наговорил ну чушь а услышать приятно это очень а если у вас не чушь и вы еще добавок соответственно говорить совсем другое дело особенно когда вы в меньшинстве вот вы в меньшинстве а надо говорить так как будто вы в большинстве если мы в большинстве значит мы говорим твердым голосом громко и так далее вот сталин писал в первом томе про ленина человек стоящий на нашей позиции должен говорить голосом громким и непреклонным в этом отношении ленин настоящий горный орел это вот у сталина вот когда он еще самые первые его произведения но и действительно скажем то тоже ленин и сталина они же большую часть жизни особенно ленин почти все же расходил находился в меньшинстве а говорил как какой выразитель интересов большинства твердым голосом твердым и непреклонным хотя вот буквы я не выговаривал на это не заметно все знают но убедительный был прекрасный оратор почему потому что он твердо имел твердые научные позиции твердо на этой позиции стоял а были всякие путаники сегодня говорили одну завтра уже начинает говорить другой пример был такой революционер социалистической партии франции по по имени жуль гетт там было два крыла оппортунистическая называлась жеронда и гора революционная оппортунистическая выставлял жарес жан жарес тоже известный социалист а вот жуль гетт он взял гору такую революционную часть а в четырнадцатом году они все вот эти социалисты за исключением одного человека европейские социалисты и социал-демократы карла липних то который проголосовал против военных кредитов и защитил честь социал-демократии они проголосовали за военные кредиты и потом пошли в правительство и предали дело рабочего движения и вот ленин писал товарищи рабочие учитесь на примере всей жизни жули геда за исключением его измены в четырнадцатом году вот такая интересная фраза за исключением вот на примере всей жизни или там допустим каутский каутский был марксист и хороший марксист и вы по-прежнему можете изучать его произведение до измены в четырнадцатом году можете изучать его марксистский вредить а дальше он оказался кто ренегатом кто такой ренегат это не гад это ренегат это на конце ренегат это отступник отступник от марксизма то есть он стал ренегатом и даже он словесно это признавал диктатуру ультрета на самом деле он за нее не боролся и не выступал поэтому можно сказать что был такой марксист или был такой человек каутский карл который был марксистом до 1914 года и перестал им быть с четырнадцатого года на конца своей жизни вот такое про плеханова не скажешь плеханов был основателем русского марксизма он там с меньшевиками якшался но его теоретические произведения в общем все марксистки какое произведение плеханова сказать и что она не марксисткой такого нет и кстати вот он вместе с лениным делал программу рсдрп там была комиссия из трех человек плеханов ленин и мартов мартов никаких следов своего участия в разработке программы не оставил меньшевики сошли на нет а плеханов хотя потом и сотрудничал с меньшевиками так близко к ним подошел никаких таких произведений которые были бы не марксистскими не оставил а каутский как раз прекратил быть марксист так ну хорошо пойдем дальше значит софисты стали практиками теоретиками риторики протагор был софистом но он пригласил такое положение что человек есть мера всех вещей ну вот это так вроде такая мысль важная кажется очень умный но нам учишь он многозначно что наш мера всех вещей с одной стороны вроде как человека возвышается да с другой стороны его приезжать вот вы человека и тут вдруг становится просто мерой вроде какой-то линейка которая вещи верить так вот берем вас смотрим это вот стол меньше чем ваш рост так что значит человек мера всех вещей что есть человек только мера разве эта мера разве он не выше всех вещей может вещи мера человека вот мы можем мерить человека разными вещами и когда все не измерим поэтому эти несмотря на то что так красиво как для софистов характерно такие красивые высказывали но они вовсе не излагает что такое человек а вам есть поскольку вы у нас не софисты вам есть предложение подумать и попробовать сформулировать оттуда как что такое человек потому что сказать что такое человек молодой человек можете сказать что такое человек вы сказать я молодой как а могу знать что такое человек новый хоть молодой на человек Поэтому, пожалуйста, попробуйте сформулировать. Мы решили, что я гриб. А? Мы решили, что я гриб. Что вы еще? Мы помните, пришли и думали, что я гриб. Ну вы уже теперь поняли, что вы не гриб? Это же связано, что вы молодой. Я же к вам обращаюсь не с упором на то, что вы молодой, а с упором на то, что человек. То есть, если брать, что вы молодой, то вроде как я вот более... Следует, что я не молодой, только что я раньше умру, чем вы. Поэтому не сильно это выигрышно. Понимаете, что я буду упирать на это дело, что у меня возраст больше. Кто сказал, что человек молодой, говорит глупости, а зрелый или взрослый говорит обязательно умный. И вон сколько неверных позиций, которые ученые-мужи говорили. Это те же самые софисты. Но они так научными истинами и не стали. Так что вы не увиливайте, пожалуйста, от этого задачи. Вы молодой человек. А раз вы человек, то вы не знаете, кто вы такой. И кто вы. Человек, который в принципе способен к анализу ситуации. То есть, вы только разлагать можете всё. Ведь анализ – это разложение. То есть, если что-то вам в руки дать, вы разберёте. Как были в детстве машинки раз и разобрали. Колёса отдельно. Кабину отдельно. И всё. И анализом всё и заканчиваете. Это недостаточно для человека. Ну, мы с вами такие тренировки будем делать, потому что… Ну, вы же с людьми-то общаетесь, так сказать. Вы как образованный человек должны людей просвещать. А как просвещать? Ну, должны с ними успешно спорить. А чтобы успешно спорить, надо вступать в спор. А с какими надо спорить с людьми, так сказать, спарринг-партнёр должен быть такой подготовленный, чтобы вы научили, или слабый. Вы хотите… Ну, вот я вот в этом смысле вам дан государством. Ну, и спорьте со мной. А я, значит, поскольку я всё-таки обученный этому делу. И даже обвешенный всякими там названиями и званиями, то я, естественно, так сказать, так просто вам съесть меня не дамся. Что такое человек? Давайте не придумайте шапот. Человек разумен. А? Человек разумен, способен связанные речи. О, разумен, хорошо. Это и засчитывается вам. Человек разумен. Социальная вещь еще шума. Это человек разумен. А он единственный разумен, а другие неразумные? Нет, он способен предсказать результаты действий на срочный период. Это всё вы уже рассказываете, что он разумен. Это вы же начинаете конкретизировать, что он разумен. А так он кто вообще? Это вы как бы определение дарь, какой он. А я спросил, кто? Социальное животное. Социальное что? Животное. Социальное животное. Да, очень хорошо. Социальное животное. А муравей социальное животное? Чего? И видели, какой у них там муравейник? А там вот такие военные есть муравьи, потом йоги. Там есть, видели, с крыльями какие-то, если там, когда-нибудь разбирали муравейник. Потом, если вот так вот ладонь поднести к муравейнику, вот на такое расстояние, какой будет результат? Они стреляют с этим муравейной кислотой. Очень полезно. Потом можете растирать себе, что у вас болит. Поскольку мы люди разумные, кое-что знаем. То, что вы сказали правильно, что человек социальное существо и разумное. А что человека делает социальным существом? Речь. А? Речь. Миллионы же там проходят людей, а вы нет, они там ночью, когда мы с вами спим, они там убирают. Это, вот, у кого главное дело его жизни, это разговаривать, разговаривать, разговаривать. Вот у меня сегодня четыре пары. Вот я сейчас, здесь сейчас и начну разговаривать, и закончу разговаривать 17-10. Вам это нравится, это хорошо. Вот это человек, это жизнь. Говори, говори, говори. А вам сейчас, вам что, подсунули какую дохлую кошку? Вам, оказывается, надо будет, как выяснилось, сохранять историко-культурное наследие. Потом изучать это историко-культурное наследие. И вот его и выставлять, пропагандировать. А в это время другие, такие, как я, буду говорить, 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 и вот нам и самый почетный. А вы не в почете, поэтому вам платить много не будут. Вы же знаете, как музейщики получают. Они меньше нас, меньше говоронов получают. А вы за людей сейчас считали только говоронов. А самих себя вы за людей не особенно зачитали. Ну, то есть, вы тоже говорите, но это у вас как бы побочья. Мне кажется, признак еще того, что мы люди, это то, что мы можем сделать выбор. И не обязательно может быть величие по всему миру. Ну, понятно. И это хороший выбор. Я вам предлагаю. Вот вы сейчас решите. Значит, есть три варианта вашей судьбы. И утопиться, застрелиться и повеситься. И делайте себе выбор на здоровье. Нам все равно. Важно то, что вас не будет. А делайте свой выбор. Ну, что это, подумаешь, выбор. Вот придумали. Да это всех ловит на этой ерунде. Также было три формы приватизации. То есть, точно будет сейчас общественная собственность, станет частной. И уплывет этот завод. А вам только предлагать свой выбор, то это лет вариант. И все. Поэтому насчет выбора не ловитесь вы на это. Это вот как раз софизма есть. Дело не в выборе. Вы за истину или за выбор? За истину. Ну, а вы что тут мне пропагандируете? Так. Ну, в целом, много вы хорошего сказали. Не сказали только самого главного. Вот у Ленгельса есть такая работа. Роль труда в процессе превращения обезьянов в человека. Дескать, я говорю, я же не трудящийся, а учащийся. Что мне труд предлагается, да? Ну, вообще-то вы к труду-то готовитесь. Был, конечно, такой значок раньше. ГТО. И БГТО. Был такой для самых маленьких. БГТО, будь готов к трудовой обороне. А потом был ГТО. Ну, в ГТО какие-то требования такие слабенькие были. А ГТО такой был, надо было выполнить всякие нормы, чтобы человек мог отвечать вот этому требованию, что он готов к трудовой обороне. То есть, если вы не можете подтянуться, не можете ничего сделать, там, бросить гранату и так далее, но вы не готовы. И в этом смысле вот такой был клич у пионеров. С одной стороны, он хороший. Его спрашивают, юные пионеры, вы в борьбе за дело коммунистической, в борьбе за дело коммунистической партии, будьте готовы, говорит, да, мы всегда готовы. А вот когда пришли как раз контрреволюционные силы, оказалось, что не только пионеры не готовы, и комсомольцы, и комсомольцы пошли вместе с Ходорковским в миллиардеры, а товарищи коммунисты оказались в основной массе не готовы. Поэтому вот это вот такие кличи, что я скажу, мы уже всегда готовы, зачем нам? Вы же философию знаете, что пришли? Чего ее знать? Это сидит, что-то думает. Поэтому вот такой настрой, что мы все знаем, мы уже, ничего нам не надо, это называется демобилизация. А мы, у нас обстановка обостренная, мы должны вообще такие, у нас вообще настрой должен быть, в России современной какой, что мы некоторые вещи, не все, конечно, мы знаем, но некоторые вещи знаем очень твердо. И от них не отступаем, правильно? Ну, чтобы не отступать от них, если просто человек держится, потому что он волван, запомнил его, повторяется. И попугай может запомнить и повторять. Вот заведите попугая, скажите ему музеолог, он будет говорить, музеолог, музеолог, музеолог. И даже если вы ему определение музея дадите, он будет повторять хорошо. Но у него не будет вот того, о чем вы сказали, разума, а тем более труда. А труд, знаете, что такое? Вообще, если на полезные дети, я в футбол играю. А как полезно? Чего полезные, все смотрят эти футболы, а я миллионы получаю, не трудясь. Это разве труд, сыгра в футбол? Нет. Это мое постоянное занятие. Ну, а те люди, которые и в карты играют, тоже... А что, нет пользы, что ли, от игры в карты? Ну, там что-то, тоже там люди решают какие-то задачи. Одни выиграют, другие проигрывают. И это труд вы называете так. Вот я знал, что мы подгадывались к чему-то черному такому. Как-то труд изобразить неправильно. Давайте поспрашиваем. А вы сейчас специально черное накинули? Сейчас, чтобы не отвечать на вопрос, что такое труд. Красивый. Труд что такое? Я согласна, что... Ну, вы же, как я говорю, как вы говорите, убедительно. Вот, а-а-а, умираю. Вы умираете уже? Такие молодые, красивые, и вдруг умирают. Ну, вот есть товарищ, он и не умирает. Хотел бы уточнить, что футбол, перед всего, на данный, достижение такой же цели, которая разбивает общество. Он и не умирает, она и не умирает. Да, да, это правильно, то, что вы сказали. Это очень важно. Труд – это целесообразная деятельность. Вот пчела, у нее инстинктивная деятельность, она же тоже общественное животное, правильно? У нее деятельность инстинктивная. А у человека целесообразная я, он поставил все цели, добивается этой цели. Маркс прямо говорил, что чем отличается самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы? Тем, что он, прежде чем он начнет что-то создавать, он создаст здание сначала в своей голове. Это важно. Ну, вот теперь, теперь я вам помогу. Я обязан же тоже помогать, не только спрашивать. Правда, сказать, а что, лекторы еще только спрашиваете? Да, прошу, я ничего, следователь. То есть вы тоже можете на меня нападать иногда время от времени. Это у нас будет интереснее, а то как-то то есть, чтобы не было скучно. Вот, ну, я вот оправдаюсь, что я даже вам формулировки даю удачные, которые запомнить можно, и которые можно запомнить на всю жизнь, и пользоваться всю жизнь. Для этого должны быть очень хорошие формулировки, чеканные. Потому что некоторые товарищи начинают потом переставлять слова, слова или что-то переделывать, и получается то, что и запомнить нельзя, и научно неверно. Значит, труд, целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Вот это определение труда разработали еще английские экономисты, такие как Адам Смит и Давид Рикардо. И Мальтус этого придерживался, там Мальтус из-за другой критикует, а вот этой позиции они придерживаются. Поэтому это вот понимание труда в узком смысле, в политико-экономическом смысле. То есть в узком смысле труд, это труд по созданию материальных благ. Почему это очень важно, вот выделить такое понимание труда? Потому что на самом деле вот те люди, которые создают материальные блага, создают материальную основу общества. Чем бы ни занимались другие люди, они для того, чтобы остаться живыми, должны... И если они не производят непосредственно материальные блага... Вот мы здесь с вами сидим, нас тут уже пять человек. Никто из нас здесь пять человек не производит материальные блага сейчас. Поэтому сейчас будет перерыв, и мы можем пойти в столовую, в буфет. Но мы это не создавали. А если мы не сможем не пойти ни в столовую, ни в буфет, и, так сказать, закончатся ресурсы, которые к нам приходят от тех, кто непосредственно создаёт материальные блага, на этом наша счастливая жизнь и закончится. И вот там я буду в лучшем положении. Потому что если пожилые, или я пожилой, да? Я пожил. А вы не пожилые, вы не пожили ещё. Вас и больше жалко. А мне-то чего жалеть? Я уже пожил. Поэтому раз, но мы одинаково прекратим своё существование, если к нам от других людей, от тех, кто непосредственно создаёт материальные блага, не перейдут эти самые материальные блага. Ну, у Маркса это в «Капитале» объяснено достаточно капитально. То есть можно это всё изучать. И там говорится о том, что сначала идёт первичное распределение. Ну, вот производят рабочие материальные блага, и часть попадает их, как цена рабочей силы, тем, кто их создал, а другая часть, прибавочная стоимость, или прибавочный продукт, попадает капиталистам. А потом они дальше, потом идёт вторичное распределение, третичное распределение. Вот, например, есть такая Собчак. Откуда у него 400 миллионов? Что она такое сделала? Руками ничего? А вот вы пойдёте там, будете смотреть, она вот эту передачу сделает, она тебе будет платить. Откуда будут платить? Ну, значит, те, кто там смотрит телевидение, платят за кабельное телевидение. Другие смотрят всякого рода шоу. Ну, запустим. Сейчас я вам объясню, как стать богатым. У нас самый большой зал какой в Ленинграде, в Петербурге? Зал? Зал, да. СКК. Спортивно-концертный комплекс. Сколько мест? Сколько мест, кто знает? 20 тысяч. 20, по-моему, вот это вот у нас, который здесь вот недалеко стоит, круглый. Когда сюда едешь. У метро спортивное, вот там 20 тысяч. А там, по-моему, СХХ где-то или 50, или 150. Ну, будем на минимальный раз, мы не знаем точно, 50 тысяч. 50 тысяч мест. Билетики продаем по тысяче рублей, умножаем. 50 тысяч на тысячу. Сколько будет? 50 миллионов. Сколько нас выпустят? Раз, два, три, четыре, пять. 50 миллионов. У нас пять человек. По 10 миллионов. Нормально? А там эти дураки сидят и работают на заводах. Темнота. Или музеологи сидят в этих музеях. И ждут, когда придут зрители. А зрители то ли придут, то ли не придут. Зрители высоко. А? Зрители высоко. Что-что? Они высоко. То есть мы различаем непосредственно производство материальных благ. А получить я могу и не занимаюсь непосредственно производительным трудом. Вот я не занимаюсь непосредственно производительным трудом. Вы вообще сейчас трудом не занимаетесь, так что у вас не труд, а что? Вы над чем работаете, что у вас предмет труда, предмет ваших занятий? Над кем вы работаете, над чем? Вы над бумагой работаете или над чем? Что у вас предмет вашей деятельности сейчас? Учеба. Я предмет спрашиваю, вы учеба, что это за учеба такая? Что знания? Ну есть знания, есть вы, а вы тут при чем? Берем знания, берем вас, а вы над чем работаете-то? Знаниями работают ученые, вы меня хлеб-то не отнимайте, вот я занимаюсь в том числе знаниями, прибавлением знаний. Над собой, вот это правильно. Ваша общественная функция какая студенту? благородная. Благородное же общество, это признано, что вы должны во время учебы работать над собой и вырасти молодого исследователя, так сказать, квалифицированного. Знаете, потому что в этом нужна и сообщество, как воздух. Так нуждается, что половину вузов уже закрыли. И, естественно, ваши ценности только возрастают. Если наше доблестное министерство науки и образования закрыло половину вузов, то ваша ценность вдвое повысилась, правильно? Потому что у нас стало меньше. А если еще будет сокращать, еще больше повысится. То есть как бы для вас это хорошо. Ну, может, потому что мы с вами находимся в таком привилегированном университете. И для преподавателей это хорошо, потому что у нас университет это ОЦО. Это вы не знаете, это что-то секретное такое. Знаешь, что такое ОЦО? Не знаете. Но поскольку нам выдают копию трудового соглашения, там написано, вот у меня оклад 28 тысяч рублей. Только не надо расстраиваться, это только оклад. А дальше начинается. А ОЦО, особо ценный объект у нас в университет Санкт-Петербургский. Он же готовит президентов и премьеров. За ОЦО половину от этого. Еще 14 тысяч. Хлоп, сюда сразу. Уже совсем другое дело. Так. Дальше. Доктор наук. Тысяча рублей за докторскую степень. Ежемесячно. А ОЦО еще 500 рублей. Так. Должность профессора. Вот я профессор, кафедра социальной философии, философии истории. Переводим на деньги. Тысяча рублей. А ОЦО? Еще 500 рублей. Что там еще остается? А, звание еще остается. Профессор. Профессор по кафедре экономики права. Тысяча рублей. ОЦО? Еще. Так. Хлоп, хлоп, хлоп. И 54 тысячи. А вы меня спросите, какой у вас оклад? Он сказал, 28 тысяч рублей. Бедняжки какие мы. Ну, так мы не такие уже бедняжки. То есть, у нас больше среднего уровня, по крайней мере. Больше, чем среднее по России заработная плата. А вам отцом могут и не дать. А вот у бургом этажа, может быть, он тоже отцом. Не знаю. Ну, это как бы вот такое малоизвестное из области, как строится распределение уже материальных благ, которые... Ну, не мы же их создаем. Мы создаем духовные блага. Вы будете духовные блага охранять, воспроизводить, исследовать, пропагандировать. Правильно? Вы в сфере духовной. Очень ценное для общества. Потому что вы в сфере культуры. Чтобы народ был культурный. Не только грамотный, но и культурный. Это вот вы. Если народ не культурный, значит, вы виноваты. Кого наказывать? Народ нельзя же наказывать. Ну, вот, к вас и потянут тогда. А вы скажете, нам денег вообще не дают ни на что. Что? Ничего не знаю. А? Нам денег, что нужно идти в бизнес. Ну, вот такая картина. Так. Ну, что? Значит, остается узнать, кто такое человек. Теперь окончательную формулировку. Человек – это животное общественное. Вы согласны, что мы с вами животные? Или вы это как-то реже духа? Но можете считать, что вы растение. Я стану животным, а вы будете растением. Роза. Ну, неплохо же, правда? И будете качать головой. Знаете как? Или рябина. Она так-то тонкая. Рябина стоит. Как бы мне рябине к дугу перебраться, так сказать. Потому что выбор небогатый. Кроме животных и россияней, вот, ничего нету. Грибы. Грибы. А грибы – это граница. Это такие животные, которые живут без хлорофиллами. Не могут вырабатывать белки. С дефектом. А? Ну и что? Ну, они белки-то не вырабатывают хуже, чем растения. Вот если вы береза, то вы можете с помощью света, который сейчас есть, и хлорофилловых зерен белки вырабатывать. А уже животные никакие не могут. И грибы не могут. Хотя белок грибов близок к животному. Почему? Они делают то же, что животные. Они остатки растительные перерабатывают. И создают белок по вкусовым и полезностным качествам, очень близким к мясу. Поэтому для съедения грибы хороши. И у них и шляпа есть, и ножка есть, ножка одна, и шляпа есть, головы нет. Разума нет, не проходит он на уровне животных. Возвращаясь назад. Человек есть животное общественное, трудящееся, а в труде надо общаться, говорящее и разумное, как венец этого всего дела. В человеке есть животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот тогда у нас есть точное определение человека. Все люди под это подходят, грибы под это не подходят, кошки не подходят, и собаки даже очень умные тоже не подходят. Они умные, но неразумные. Будете плохо кормить, могут вас укусить. Кошки так прямо своих самых любимых хозяев иногда, если только попробуй, они покормили, и за ногу так укусят, что потом будет полтора месяца будете лечить. Они, кажется, ну так прямо за вами ходят, ну так любят, так любят, потому что вы источник пищи для них. Если собаки и они как бы с человеком дружат, то кошки считают себя независимыми, а вы обязаны их кормить. А если вы не выполняете свои обязанности, они могут на вас кинуться и высыпать вам глаза. Ну же вы не выполняете обязанности? Вы взяли кошку? Пожалуйста, держитесь ее. Так. Ну, возвращаемся к тому, что мы на софистах остановились. А вот такой известный софист Горгий доказывал, что бытие и не бытие суть одно и то же. Это что, ложь или что-то в этом есть? Что бытие и не бытие одно и то же. Вот если подумать, то надо понять, что они же не отделены одно от другого, правильно? Бытие и не бытие. Поэтому они находятся в единстве. Поэтому здесь это еще не строго вот так выражено, что тут они в единстве, а просто говорится, что это одно и то же. Но это заставляет думать о том, как они связаны между собой. Так. Известен такой философ древнегреческий Сократ. Он был известен не только своим учением, но и своей жизнью героической. А сведения о Сократе он все устно излагал. Примерно как мы, преподаватели. Это только от нас, преподавателей, требует, чтобы мы еще научные работы писали. Если мы будем как Сократ, нас выгонят с работы. А Сократ вот всю жизнь, так сказать, только проповедовал, а ученики уже записывали за ним. Вот как вы сейчас, я говорю, а вы записывайте. Как бы вы ученик. А я говорю, если был бы Сократ, вы бы записывали. А потом бы и прославились именно тем, что вы эти произведения, которые вы записывали, и предали согласность. Но вы же музеологи, если считаете это ценное что-то, историю по культурным наследиям, вот и распространяли. А если нет, выбросили в помойку. Сначала записали, потом почитали, увидели, что это ерунда и выбросили. Это же тоже надо отбирать, правильно? Стоит ли это? Нужно ли это для истории или нет? И вот Сократ. Сведения о Сократе мы можем почерпнуть из диалогов Платона, его ученика. До нашего времени дошли почти все сочинения Платона. Платон жил 427 года до нашей эры, до 347 года. Платона считает родоначальником философского идеализма. Учения, в котором мышление, дух, идея существуют объективно и независимо от человеческого сознания. В этом состоит идеализм. Можете вы опровергнуть идеализм? Мм? Вот Платон считал, что все, есть идея. Это не оскорбительно, если я буду считать, что вы это идея, правильно? Ничего такого плохого нет. Это когда вот, даже когда растение, если хорошее, так как роза, тоже не оскорбительно. А тут вообще идея, ну, воплощенная идея. Это разве плохо? Есть только идеи. Есть ваша идея, есть ваша идея, есть моя идея. Все есть идея. И стол есть идея. Ничего нет, кроме того, есть идея, которая все поразила, все есть воплощение идеи. Как вы это опровергнете? Начнете опровергать. А почему вы опровергаете? Вы тоже идея. Молчите. Вы будете опровергать, и вы не опровергнете. Вы же идея. Все. И как вы меня будете опровергать? Что аргументы? Ваши аргументы, это вы высказываете, идея высказывает аргументы. И что? Пожалуйста, высказывайте. Как вы опровергнете, что вы идея? Никак не опровергнете. Поэтому, на самом деле, вот уже тогда стало ясно. Не пытайтесь даже. Здесь полезно. Можно встречный вопрос? Ну, давайте. А кому доказываете, что я идею? Мне. А я не собираюсь доказывать. Это невозможно доказать. То есть, есть в философии две партии. Парт – это две части. Одни философы считают, что первично есть только идея. И ничего другого нет. Вот это последовательный объективный идеализм. Есть идея, она сама внутри себя противоречива, сама себя противопоставляет, развивается и доходит до материи. Материя доходит до высшей формы развития материи. Я вот вам в определении человек говорил, но это я не сказал, что человек – высшая форма развития материи. Приятно же чувствовать себя в высшей форме развития материи, а не низшей там. Они уже не червяки, мы с вами, а люди. Поэтому, а чем она отличается? Мы сформулировали, что это высшие общественные животные, которые трудящиеся, говорящие, разумные. А что значит разумные? Они постигают весь мир и себя в том числе. А кошки не постигают. Тем более березы или дубы. Поэтому иногда хотят кого-то поругать, говорят – дуб. Вроде это и хорошо, сильный, твердый. Но говорят, что он ничего не соображает. Как бревно. Опровергнуть это невозможно. Поэтому вот если человек стоит на точке зрения идеализма, ну как вы меня будете опровергать? Вы придете на экзамен и будете стоять на точке зрения идеализма. А я буду смотреть, насколько вы последовательно это все проводите. Как только вы ошибку сделаете, перепутаете идеализм с материализмом. Я сам в раз и понижу оценку. А если нет, то вроде как. Но у нас нет такой записи, что мы обязаны. Если идеалист придет, мы должны ставить ему двойку. Такого нет. А другие, Демокрит и его последователи, говорят, что все есть материя. Материя развивалась, развивалась, развивалась и доразвилась до своей высшей формы. Вот в вашем лице, до музеологов. А музеологи уже не только развились, но они еще и сохраняют все, так сказать, что было сделано за всю историю развития человечества. Сохраняют, исследуют и пропагандируют. Это как бы высшая форма из всех высших форм. Мне вот особенно приятно среди вас находиться хоть временно, потому что мне дают всего две пары в неделю, чтобы общаться с музеологами. Я считаю это очень почетно. Потому что, ну что вы выше можете найти, а? Всю историю собрать, все лучшее, что было за всю историю, историку культурного населения, исследовать, сохранять и пропагандировать. Я тоже немножко сохраняю в философии, чтобы было умное тоже. Тоже немножко музеолог, и я пытаюсь это вам передать, распространять. Ну и сохраняю. В чем? В книгах там своих, в статьях. Ну, конечно, я так не в полной мере музеолог, поэтому, извините. Ну, в пределах того, что у вас удается, как-то стараюсь. Ну, а тут я вообще чувствую себя хорошо тут. Знаете, знаете, я тут один среди музеологов. Отлично. Вот, например, там записывает. Степан Степанович, вы же музеолог, вы же записываете лекции, чтобы сохранить историко-культурное наследие. Попробуйте сказать, что вы не музеолог. Ничего не получится. И вот тот, кто потом вывешивает, еще он нам неизвестен. Нам известен, вам неизвестен. То есть Тюленев. Потом вывезет на YouTube фонд рабочей академии. Он тоже как бы музеолог. Пусть узнает. Вот он будет вывешивать, когда услышит, что он тоже музеолог. Пусть не отъекивается, а то он не знает, кто он. А теперь будет знать. Музеологов много. Ну, сторож, он, конечно, не совсем музеолог, потому что он только сохраняет. Он в помощь. А он уже и не исследует, и не пропагандирует. И он сохраняет то, что положит. Барахло положит, будет сохранить барахло. Хорошее положит, будет хорошее сохранять. Потом откроет, а там сумки в них восемь миллиардов, как у Захарченко. Вот он тоже, наверное, музеолог, правда? Восемь миллиардов ведь. Но крупный такой музеолог. Но что-то следственный комитет его не... Он потому что не пропагандировал это, в секрете держал. Наверное, за это его сейчас посадили. А так вроде хорошее дело собирал. Сумки такие клетчатые. Сумка в ней миллиард. Вторая сумка миллиард. Третья там. Ну. Все хорошо. Мне кажется, он слишком мало. И за что? Нет, у него еще один миллиард засчитали. Тоже в доход государства взяли. Человек собрал, а государству осталось ничего не делать, просто забрать доход. Человек все собрал, как пчелка. Вот пчелы тоже собирают, собирают мед. Потом приходят, но немножко оставляют им на жизнь. Остальные раз и забрали пчеловоды. Так и следственный комитет. Захарченко собирал, 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 собирал. Пришли, взяли. Он собрал 8 миллиардов наличными, а остальное в других видах. Там, в зданиях, в домах, в ценностях, на счетах. На всякий случай мама и жена уехали за границу, чтобы их не приобщили к делу. Перед этим они сказали, что это как бы вы нашли клад. Клад вы нашли, возьмите 25%, а остальное это не ваше. Нашли клад, вот вон 25%. Но что-то сделка не состоялась. Государство взяло. Государство это, ну просто грубо так взяли и забрали. Хоть все что. Хоть все что. У меня лекция сейчас. После лекции позвоните в 11-30. Я с музеологами разговариваю. Звонят неизвестно кто. Может министр или премьер-министр. Мы не можем оторваться. Вот. Так что тут с идеализмом такая история, что так просто от него не отойдешь. Хотя, вот все естествоиспытатели, ученые, они как бы стихийные материалисты, как правило. Они еще исследуют природу, общество. Исходя из того, что они на самом деле есть, а это не идея. Но если кто-то встал на такую точку зрения, как Гегель, что в основе лежит идея, невозможно это опровергнуть. Вот идея, она-то развилась до материи, материя развилась до человека, человек познал материю, тем самым познал абсолютную идею. Значит, абсолютная идея познала самое себя. Нормально? А приходят материалисты и говорят, ну, это лишнее вот это вот, то, что вначале, это идея. И в конце это лишнее, это нерационально. Давайте вот так вот. Есть материя, она доразилась до человека, человек познал материю самого себя. И тем самым материя познала самое себя. Тоже замкнутая система, цельная и более рациональная. То есть хвост и начало отпрасываем. Знаете, как Чехов учил? Вы собираетесь какие-нибудь произведения писать? Вот напишите рассказ, а Чехов говорит, теперь отбросьте начало. Потому что, знаете, в начале трудно так начинать, что-то такое, что-то пишет, пишет. Все как-то не получается. А потом так интересно все. Вот говорит, уберите начало, конец. В нашем конце никак не может закончить. Тоже Тягомотину какую-то пишет. Уберите начало, конец. И можете печатать. Вот Чехов не жалел, он все туда отрубает. И тогда он выдает, и все думают, как здорово. Это, я думаю, для нас тоже ценно. Будете писать диплом? Пишите диплом, как получится. Потом начало, убирайте, и конец. И такой будет диплом, ну, загляденье. В этом смысле материализм вот он. То есть каждый подход, он ценен. Привожу пример. Есть такая книжка «Физики шутят». И там рассказывают, как физик и математик по-разному решают одну и ту же проблему. Задача такая. Физику дают задачу. Вот газовая плита. На ней, около нее лежат спички. Стоит чайник пустой. Есть водопроводный кран с водой. Задача – скипятить чайник. Кипяток сделать. Что делает физик? Физик делает то, что мы бы с вами сделали. Он берет, чайник наливает воду, кран включает, наливает воду, кран закрывает. Зажигает газ. Ставит чайник на газ. Дожидается. Вода вскипела и перешла в другое агрегатное состояние. По выражению физиков. Из жидкого состояния в газообразное. И начинает, когда переходить, уже вскипело. Выключает. Все. Теперь, что делает математик? Математику более простую задачу дали. Ну, математики, они такие сложные задачи, как физики, не могут решать. Видимо, пошли навстречу. Говорят, вот задача вам очень простая. Есть газовая плита. Газ уже горит. Рядом, на другой конфорке, выключенной, стоит чайник, наполненный водой. Важивает вам простая задача. Вскепите чай. Вы что думаете делает математик? Не додумайтесь. Математик выливает воду, выключает газ. Все это приводит в то состояние, которое было у физика, чтобы на равную быть. Ну, что, говорит, я со слабыми буду соревноваться. То есть, мне какие-то льготы, без льгот буду. А вот теперь, говорит, задача сводится к ранее решенной. Ну, физик решил же уже эту задачу. Ну и все. Математик свел к ранее решенной и ему ничего делать не надо. Некоторые думают, что математики лентяи, потому что они все время хотят какие-то рациональные решения. Вот с точки зрения лентяев, конечно, материализм более рациональный. Зачем эта идея в начале, идея в конце? Все равно мы ее не видим, не знаем. Поэтому опровергнуть последовательный идеализм так же невозможно, как последовательный материализм. Бесполезно. Но есть еще такая экзотическая форма идеализма, которую вы тоже можете взять себе на вооружение, если вдруг вы придумаете стать идеалистами. Вот знаете какая? Вот есть только вы. И кроме вас вообще никого нет. Никого. Почему? Потому что все, что вы получаете, в голову идет через ваши органы чувств. И вы можете считать, что есть только органы чувств, и это все в вашей голове разыгрывается. И меня нет, это вот у вас в голове как бы, я вот как бы у вас в голове просто умещаюсь как образы. И все остальные, и столы, и стулья, и солнышко, и так далее. Ну вот, допустим, вот вы мне приснились ночью сегодняшней. Приснились, не все же пришли, а те, кто пришли ночью, приснились. И я вот так ясно вижу, вот так вот всех вас вижу, вот всю эту картину. Потом просыпаюсь, ничего нет. Как вы меня опровергнете? Что нет ничего, есть только я и мои ощущения. Как вы опровергнете? Начнете мне что-то опровергать, скажу, девушка, вас нет. Это просто вот ваш светлый образ у меня здесь вот в голове. И все. И вы из моей же головы и вещаете. Как вы это опровергнете? И вас тоже нету. Вот этот человек, все претензии к вам снимаю, потому что вас тоже нету. А вы просто образ у меня. Эта наука называется вот такой подход идеалистический. Субъективный идеализм. Есть только одна голова, и все в голове. Значит, солипсизм. Его наиболее последовательным представителем являлся епископ Беркли. Солипсизм. Кто хочет разобраться вот в этих учениях поглубже, поскольку это историко-культурное наследие, есть замечательная работа у Ленина, когда он сам разбирался тоже в будущем. Он же не был профессиональным философом, он же тут по юридической линии сдавал тут в Санкт-Петербургском университете экстермы. А сейчас нам экстермы нам не дадут. Вот вы захотите сдать за пять лет экстермы, вам не дадут. А Ленину дали. Сейчас тяжело стало, трудно. Скажут, идите, давайте все экзамены. Он все экзамены сдал сразу за пять лет. Получил диплом и уехал. И стал помощником присяжного поверенного. Вот Ленин написал такую книгу «Материализм и империя критицизм». Там три вида разбираются. Идеализм, материализм и путаники, которые не могут ни на этом последовательной позиции удержаться, ни на другой. И вот этих путаников у нас больше всего в жизни, в нашей. Для того, чтобы различать в нашей жизни путаников, не путать с этим, с историко-культурным наследием, вот это очень полезное чтение. Мне, например, как студентам было очень полезно. Я пришел к преподавателю. Вот как бы вы ко мне пришли и сказали, Михаил Васильевич, а вот если я вас слушать не буду, а какую-нибудь книгу дайте мне, чтобы я прочитал, пришел и вам сдал. Это не нахально же здесь. Ну вы же хотите, так сказать, дальше пойти. Ну так, чтобы серьезно было. Вот я так пришел к доценту, который у нас преподавал, он говорит, ну вот прочитайте «Материализм, парикартизм». Я прочитал, пришел к нему, он со мной побеседовал, поставил мне отлично, и я больше уже не ходил. У нас по-другому пути некоторые просто берут и не ходят. Это хуже. У вас вопрос какой-то был. Да, вы сказали об образах, о том, что все вокруг вас образы. Не образы, не образы, а ощущения. Да, да. Да и образов никаких нет, не тянете вы на образы. Вы просто мои ощущения. Хорошо, а можно ли меня считать человеком в ваших ощущениях? Вас нет, молодой человек. А ценность понятия человека? А? Ценность понятия человека задала. Да вообще вас нет, есть только я. А я один человек, который есть. Один человек в мире, все один. И мира нет никакого. Это выдумка, все мир. Кто это вам сказал, что есть мир? Не слушайте этих людей. А то есть я вас не считаю только тот же человеком? Вот если вы встанете на эту позицию, то только вы есть, меня уже нет. Я ваши ощущения. Представьте себе, что я – это просто ваши ощущения. Нет никакого меня. Еще вы взяли, что я есть. Как вы докажете? Если вы придете, потрогаете, то вам кажется, что вы меня потрогали. Потому что осязание – тоже ваше ощущение. Все ваши органы чувств, они с чем связаны? Что это все? Это я ваш образ на сетчатке. Идите, проверьте зрение. У вас на сетчатке мое отражение. Что вы хотите? Какое я? Откуда вы взяли? Потрогайте меня. Это на пальцах вашего такое чувство, что вы что-то дотронулись. Это я вам рассказываю, что вы в черном. С чего я взял, что вы в черном? Это у меня такое впечатление. А вы, может, в зеленом. И вообще вас нет. Есть только я. Нет у вас. Есть я. И вас нет, и вас нет. Никого нет. Нет. Но это не значит, что вас… Вы можете считать, что вы одна есть. И нет больше никого. И гордиться этим. Придете ко мне на экзамен, скажете, есть только я. Будете все излагать. Излагаете. Я говорю, ну хорошо. Поскольку вы считаете, что вы одна, я вам ставлю сейчас неуду. Вот. А это только для вас ощущение. И ничего не значит. Потом вас выгонят из университета. А вы скажете, да мне плевать. Есть только я. И какой университет? Нет никакого университета. Это только мои ощущения. То есть, если вы последовательно будете, вас ничем не огорчишь. Как вас огорчишь? Скажешь, ну как вы поломали себе жизнь. Да это никакой нет жизни. Есть я и мои ощущения. И все. И то, что я ем. Это кажется, что я ем эту пищу. А никакой пищи нет. Это просто мои ощущения. А сами, тем не менее, бутербродик-то съели. Вот очень выгодная позиция. Мы же изучаем. Особенно иметь приятное дело с музеологами. Это же историко-культурное наследие. Как вот этим распорядиться? А если человек вот так вот существует? А? Если человек вот так вот уверен, что он один, и что все вокруг это его ощущения. А из самого существования его тела это тоже его ощущение? Какого тела? А в чем вы говорите? Нет никакого тела. Есть идея. Не выдумывайте чушь всякую. Тело еще придумали. Что такое ощущение? Какое тело? Ощущения мои есть. Какого тела есть? Ну вот что вы взяли, что у меня есть? Зачем мне ноги? Я мысль. Чего вы тут придумываете? У меня чушь всякую. Вы у меня в голове. И головы у меня нет. Одни ощущения. Ну мозг есть. А и череп мне не нужен. Знаете, что мне череп? Может быть это ваше ощущение, что у вас есть мозг и череп? Вы можете все что угодно говорить. И поскольку вы мои ощущения, я же вам с вами и спорить то не буду. И обижаться я не могу. Ты чего вы не скажете? Скажите, что я дурак. Но это в моей же голове ощущение. Я могу на вас обижаться, если вы скажете, что я дурак? Я никогда не обижаюсь. Если вы скажете, что вы какие-то глупости говорите. Я сразу скажу. Вы же понимаете, что у меня нет этих извилин. У вас, наверное, извилина есть. А у меня одна, и я не уверен, что она извилистая. А если извилистая, то от фуражки. А вообще-то вас нет. Раз вас нет, о чем идет разговор? Все. Вот надо уметь встать на эту точку зрения. Это история, философия. Это тоже определенная. Для чего это надо знать? Чтобы видеть, на примере этого Беркли, видеть, что человек, который неграмотный в области философии, он иногда сбивается на позицию субъективного идеализма. А как он сбивается? Вот если вы мне скажете, а вот вы мне сейчас скажете. Михаил Ольгиевич, я вас послушал, и мне показалось, что вы грипп. Можно так сказать? Мнение-то можете вы иметь? Запрещено иметь такое мнение студентам? Нет, не запрещено. То есть, когда человек говорит, я считаю. Это что значит? Он отказывается от знания. Отказывается от объективной истины. Он просто считает. Вот я считаю, что если открыть дверь, там будет бездно. Как вы меня опровергнете? Да никак вы меня не опровергнете, потому что я так считаю. Я же не говорю, что я знаю. А я просто считаю. У меня мнение такое. А сейчас особенно ценятся особые мнения. Вам дать особое мнение? Вот у меня мнение такое особое, что у вас это никакой не компьютер, это просто кусок железа, который отнимает у вас разум. Что вы можете сказать против? Если вы будете говорить против, вы скажете, так это ваше мнение. А это мое мнение. Мое особое, а ваше простое. Вот и все. Вы не видите. Вот послушайте Эхо Москва, он все говорит, мнение, особое мнение. А у нас с вами, у бедных, а мы занимаемся изучением. То есть, знания у нас, предмет науки знания, а не мнение. Вот и Гегель даже специально говорит, что должен сделать человек науки? Возвысить свое мнение до знания, то есть до истины. И вот перед вами, к сожалению, такая задача стоит. И я должен вам помогать возвышать свое мнение до знания. А когда оно будет знание, оно уже не ваше. Потому что знание общечеловеческое, оно всеобщее. А для музеологов это вот и есть самое, как говорится, самое ценное. Историко-культурное наследие. Не то, что, например, кому-то Иванову, а что стало достоянием человечества. То есть, как только вы мнение подняли до знания, и прямо Гегель говорит, не принижать знание до мнения, а возвышать мнение до знания. А вот если у вас есть не только мнение, а знание, это уже не мнение и не только знание, а это уже что? Какое красивое слово. Убеждение. У вас убеждения есть или нет? Или эти вот обрывки такие, мысли только есть в голове? У вас убеждения какие-то есть? Нет вам? Ну, надо выработать. Вы же студенты, все вырабатываете. Скажите, вы что, вы ко мне приставили? Я студент. Это ко мне-то какие-то претензии? Я нахожусь в становлении. Я двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Это вы уже там нагородили себе там всяких знаний, убеждений. А я иду по этой дороге. Может, я дойду выше, чем вы. Я уже выше ни к этому возрасту не дойду, на котором нахожусь, а у вас все впереди. Вам лучше, мне хуже. Давай. Выходит, что истина уловима для разума? Истина как раз для разума-то и уловима. Потому что истина познаваема с точки зрения герой. А с точки зрения агностицистов, агностиков, агностики это те, кто стоит на точке зрения непознаваемости мира, а с точки зрения агностиков непознаваемых. А я с агностиками разговаривать даже не хочу тратить на них силы. Если они считают, что они ничего нельзя познать, а что я им буду рассказывать? Я вам рассказываю только потому, что думают, что вы не агностики. Правильно? Ну, если вы не агностики, значит, вы тоже думаете, что как бы это познать? А как бы мне эти знания вам передать? А вам бы как бы те знания, которые я вам передаю, усвоить? Правильно? Вот у нас на чем держится наш мир, дружба и так далее. Ну, дружба у нас такая особая любовь, потому что я потом у вас экзамены буду принимать и там выяснится, кто с кем дружит и как. Ну, дружба дружба, а табачок же брось, это известно же. То есть у нас разные социальные положения. Ну, что лучше? У кого лучше положение? У студентов или у профессоров? На экзамене. Почему на экзамене? В жизни это лучше. То лучше быть молодым и здоровым, чем уже богатым и больным. И старым. Ну, о чем говорить? Ну, что вы сейчас бы были какой-нибудь богатой старухой, хотели бы быть, не? Профессором. Не, ну, так что... Есть такое вот произведение Сессерона о возрасте, он доказывает, что все возрасты... Сначала он рассказывает молодой, детский возраст, самый хороший. Как у нас светлые воспоминания? Самый. Все доказал, что детский возраст самый хороший. Потом переходит к юношескому возрасту. Вот юношеский, самый хороший там. Самые женщины, когда они вот, девушки молодые, самые хорошие. Правильно? Вот, все-все рассказывает. Потом, ну, все-таки они же потом становятся женщина-мать, вот она самая лучшая там. Вот это обосновывает. А потом, как вы посмотрите, бабушки как нячутся с внуками. Вот эти внуки как раз родителям покажут, как они... За то, что они плохо относились к своим родителям. А бабушки, они как бабушек любят? И бабушки как любят своих. По-английски grand mother это что означает? Это бабушка, большая мама. А как означает это внучка по-английски? Знаете как, нет? Grand dota. Большая дочь. Это есть малая дочь. А вот, когда эта дочь родит ребеночка, то будет или grand dota, или... Grand children. Grand sum. Это еще может вести как великий. А? Как гравит, это может вести как великий, нет? Да. Ну вот. Так, идем дальше. У нас еще есть время. Еще две минуты. За это время очень многое сделано. Так. Так вот, самым последовательным и первым последовательным идеалистом является Платон. Мы сегодня назвали самого первого материалиста кто? Демокрит. И самого первого идеалиста. И вот две линии так и идут в философии. Сказать, что, допустим, философию развили только материалисты, это неверно. Или только идеалисты, это тоже неверно. То есть, каждое течение философское внесло вклад в развитие философии. И в системе самой высокой есть присутствие то и другое. Но как момент. Не так, не как вот самодавляющее учение, а как такая одна из сторон. На самом деле, вы же можете мне присниться. Может быть, я вам сегодня наговорил такого, что вы будете плохо спать и будете видеть, какой я такие страсти вам рассказываю. И вам задача там вскипятить чайник. Мало ли чего будет. Если что, вы на меня не обижайтесь, проснетесь, выясните, что это еще был только сон. Так, ну у нас с вами перерыв, а потом я вот хочу зайти к товарищу директору и с ним побеседовать. Я же могу дойти к директору в институты истории. Мы с ним вместе работали в университете маркетизма, ренинизма, горкома партии. Я был заведующий кафедрой научного коммунизма, а он был заведующий кафедрой международных отношений. Это было давно. До 80-х годов. Мы поэтому с ним так и дружим. Он очень такой... И он очень интересуется, всегда интересовался учением о противоречиях, диалектиках. А я вот хочу ему подарить науку логики под своей редакцией, которая вышла в прошлом году. Но как к нему не зайду, он теперь же директор, а не декан, а директор. Их же вызывает все время в декторах. И там чем-то начиняет тяжелым и грустным. Они потом приходят, заведующим рассказывают. Заведующие рассказывают, как нас будет все ухудшать и уменьшать. А уже заведующие рассказывают преподавателям. А мы уже тогда и вас начинаем гонять в грусть. Например, радостно рассказываем, что половину вузов уже закрыли в России за три года. Но это не конец. Лаборантов у нас всех убрали уже с кафедры уже тоже. Не знаю зачем, кто это придумал, кто такой великий человек. Но факт жизни налицо. Уже кафедра, вот я прихожу, это как бы раздевалка теперь. Там никого нет. Так, спасибо за внимание. Через 10 минут мы продолжим наше движение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok